Привет! Привет, привет! Сегодня с вами погода лохматая. Сейчас давайте буквально минутку, чтобы присоединились. Сейчас запустим ютуб-канал и с вами поговорим. О, привет, ребят! Привет! Наверное, уже сейчас будет ютуб запускаться. Да, ребят, сегодня несколько вопросов поступало по марафону. Говорит, если нет возможности приехать на ретрит, что делать? Привет! Присоединяйтесь на онлайн-марафон, который начался сегодня. Еще у вас есть возможность присоединиться, потому что он проходит в записи. Ну, вернее, как, он проходит вживую, но еще плюс есть запись. Поэтому есть возможность присоединиться еще. Сегодня был только первый день, он такой у нас был ознакомительный. Поэтому буду рада вас видеть. Вот, и по ретриту. По ретриту, ребят, осталось немного мест на сентябрьский ретрит. Потому что я тоже понимаю, что если будет много народу, то мне будет сложно. Все, вижу, запустил, спасибо. Ютуб запущен. Потому что я знаю, что если будет на ретрите много народу, то мне будет сложнее вас проработать. Поэтому я лучше сделаю еще до Нового года не один, а два, если будут заявки. Но чтобы у нас было поменьше народу. Поэтому буквально несколько мест еще, и я закрываю запись, чтобы нам было всем комфортно, чтобы у нас просто не было там много народу, и чтобы не расфокусироваться внимание. Лучше в следующий раз приедете, кто не успел. Поэтому если кто-то хочет сейчас, если у кого-то есть возможность по временному отрезку, то присоединяйтесь. А то, что касаемо ретрита трехдневного, который мы проводим со Славой, который у нас жесткий, то там открытые даты. То есть мы смотрим, когда мы можем провести, когда вы можете приехать, согласовываем, нам так проще. Потому что у нас ребята оформляют визы, кто не в России живет. И там бывает, что подвижка в днях. Не всегда бывает, что мы сделали, и вот только так получается. Потому что мы понимаем, что три дня у нас выпадают из жизни. Мы эти три дня практически полностью проводим с вами. Поэтому это все обговаривается открытые даты. И смотрите, сегодня тема хотела такую затронуть. Рождение каждую секунду. Я с каждым разом, как бы, ну, все прекрасно понимаете, что я уже не первый день в телефоне. И меня чуть больше каждый день узнает народ. И очень часто приходят такие сообщения, когда говорят, а что вы пробужденная? А что вы просветленная? Вот, ребят, мне эти вопросы, я вот что не люблю слово автономия, что вот этот пробужденный, просветленный. Я только недавно поняла, что для кого значит просветление и пробуждение. Но это не то, я могу сказать, это вообще не то, про что бы вы хотели, что, не знаю, что я, например, хотела донести. Потому что, что касается пробужденных, мы с вами, каждый из нас пробужденный. Просто по каким-то причинам мы этого не хотим осознавать. Не можем, а не хотим. Это очень важно. Почему мы не хотим это осознавать? Потому что, как только мы осознаем, что мы пробужденные, у нас тотально придет вот это вот понимание, что честность к самому себе. А кому это надо? Честность к самому себе. Когда ты раскрываешься по-другому. И вот это вот пробуждение, у нас очень многие любят придавать какие-то, я не знаю, бантики в попе, что такое пробуждение. Почему я так говорю? Мне, конечно же, прямо крайне приятно, что ко мне приезжают люди, приходят в чаты вот эти вот индивидуальные. Ко мне, к славе. Люди, которые были у гуру пробуждения. Я не буду сейчас озвучивать фамилии, но они действительно известны. То есть я по сравнению с ними-то просто там помеха в море, капля в море. Вот. И, конечно же, когда они приходят ко мне, и я понимаю почему, когда мы начинаем разговаривать, я понимаю почему. Потому что вот эти вот все пробужденные почему-то по каким-то причинам начинают говорить, что пробуждение – это когда твой мир переворачивается, выворачивается наизнанку, и ты видишь этот мир в чем-то в таком вот глобальном, в красивом, вот в таком вот прям вот воздушность воздушная. А почему так происходит? Потому что, естественно, когда человек едет к определенному гуру, мастеру, неважно как назвать, неважно к говорильному человеку, он же ему верит. Он ему верит, ему нравится его дикция, ему нравится его речь, ему нравится преподношение той информации, которую он несет. И он едет к нему, тотально веря тому, что он говорит. И когда тот человек говорит о том, что такое пробуждение, как это, как это вообще работает, как это, что с вами будет, то человек это видит, он выходит с этого сатсанга и говорит «да». И вот женщина говорит «да, я вышла сатсанга от этого пробужденного, и я смотрю, фиолетовые деревья, они такие красивые, мир настолько красив, он настолько засиял другими красками, он вот такой-то, такой-то». И через какое-то время что происходит? Происходит не обнуление, а ты выходишь в минус. То есть через какое-то время ты понимаешь, что ты живешь в той же своей хрущевке, что ты ходишь на ту же работу, которую не любишь, что у тебя то же самое обвисшее тело, там семеро детей и еще что-то. То есть ты видишь ту реальную жизнь, в которой тебя не научил этот пробужденный жить. И все вот эти деревья уже все, они смотришь, уже как бы и фиолетового ничего не осталось, и того ничего не осталось, и сего ничего не осталось. И ты думаешь, надо идти еще к какому-нибудь пробужденному, чтобы еще пробудились, чтобы еще наверняка, чтобы уже не высказать из этого состояния. И ко мне тоже приехал на ретрит один мужчина, который говорит, «Я не могу жить в этой жизни». По определенным причинам ему было сложно жить в той ситуации, в которой он оказался в течение уже многих лет. и говорит, «Я хочу стать пробужденным, чтобы на все смотреть ровно, потому что больше я так не могу жить». И какое было у него удивление, какое удивление у тех людей, когда я показываю, рассказываю и говорю, что такое пробуждение. Ведь пробуждение, ребят, это не про бабочки, не про сиреневые деревья. Пробуждение – это когда, да, твой мир выворачивается, когда в момент ты понимаешь, что это такое, и твой мир в момент выворачивается, и ты видишь его тотально таким, какой он есть. Понимаете? Без красок, без приукрас. То есть мы сейчас, каждый из нас, видеть мир через призму своего восприятия. Социум на нас надел определенные ярлыки. Родители нам рассказали, как нам нужно жить, как нам нужно видеть, как нам нужно смотреть в школе, в садике, в институте, наши друзья на нашей работе, наше окружение. Они все нам рассказали, что такое мир. И мы где-то его прощупались, где-то согласились, где-то поверили тому человеку. И вот этот мир, он скомпоновался из вот этого вот комка всего, в чем мы вращаемся. А когда ты пробуждаешься, ты тотально видишь, вот этот призма, она разбивается. Она разбивается, как ненужное стекло. И ты начинаешь тотально видеть мир такой, какой он есть. Без приукрас, без социальных ярлыков, без того, что тебе привили в какое-то определенное время. Ты его начинаешь видеть тотально, какой он есть. И ты в это мгновение становишься тотально собой, без ярлыков. И у вас получается вот это вот единение честности. Я не знаю, как по-другому это объяснить, чтобы было понятно. И когда вот это вот идет единение, вот этой вот тотальной честности, ты начинаешь этот мир любить. Потому что у тебя он больше не хороший и не плохой. Он истинный. Ты начинаешь любить и принимать себя. Когда все свои знания, все свои делания, все свои умения, весь свой окружающий мир тебя, ты его начинаешь тотально любить и принимать. Потому что он становится истинным, без ярлыков, без каких-то осуждений, без важности, без оценочности. Вот что такое пробуждение. Когда тотально есть то, что есть. Когда тебе не нужно что-то придумывать. Когда тебе не нужно что-то оправдывать. Когда тебе не нужно что-то приукрашать для чего-либо. когда ты просто тотально принимаешь всё, что оно есть. И тебе от этого так хорошо. Тебе не нужно уже что-то напрягаться и выдумывать. Тебе не нужно стратить свою энергию туда, где она не должна быть. И ты становишься наполненным только лишь от того, что ты понимаешь, что есть всё, вот эта вот энергия, которая течёт в тебе. Тебе не нужно ничего доделывать, уже всё есть. Тебе не нужно ничего придумывать и допридумывать, потому что уже всё есть. Вот это и есть пробуждение, когда ты чётко понимаешь, что ты рождаешься каждую секунду. Тебе не важно твоё прошлое, тебе не нужно ковыряться в твоём прошлом, чтобы вытащить какие-то ярлыки, какие-то обиды проработать, что-то ещё. Ты понимаешь, что этого уже нет. Это всё прошлое, это всё умерло. Там этого ничего нет. Когда ты не придумываешь себе будущее, когда ты не идёшь в придумывание того, что ещё не случилось, чтобы потом разочароваться, когда ты тотально находишься в этом моменте, когда ты тотально понимаешь, что каждую секунду ты новый, ты каждую секунду открываешься, ты каждую секунду перерождаешься, ты умираешь каждую секунду, смерть самого себя происходит. И когда ты это осознаёшь, через смерть каждую секунду самого себя, ты рождаешься в новом себе. И когда ты это чётко осознаёшь, ты понимаешь это рождение, потому что в следующей секунде тебе в том уже не будет. И когда ты новый каждую свою секунду жизни, когда ты понимаешь, что у тебя не закрыта память, когда ты понимаешь, что ты чётко осознаёшь, что у тебя есть, когда ты не каждую 15 секунд, как золотая рыбка, «Ой, я забыл, что это было, что произошло!», когда ты ценишь каждую секунду, потому что каждую секунду ты умираешь. И эта секунда всегда последняя и всегда первая. Она тотально последняя, и она тотально первая. И ты тотально начинаешь быть в этой секунде в первой. Если хотите, назовите это радостью, назовите это благостью. Это ваша первая секунда. И вы тотально ей отдаетесь, потому что она тотально последняя. Понимаете? И когда вы это осознаете, то вам уже не интересно больше ничего, кроме жизни. В самой жизни, в это мгновение. Как это всё осознать? Сложно. Да почему сложно? Наоборот, всё просто. Просто прочувствуйте, попробуйте пропустить то, что я говорю, не через голову. Попробуйте пропустить то, что я говорю, через сердце, через душу. Попробуйте понять, о чём я говорю, что такое секунда, последняя и первая. Когда мы с вами говорим, что вы живёте первый день, вот вы приехали в отпуск, первый день вашего отпуска, вы хотите и туда сходить, и туда сходить, и это посмотреть, и это посмотреть. Точно так же, как и в последний день вашего отпуска. Вы хотите ещё успеть и это, и это, и это. И как правило, если вы куда-то приезжаете или куда-то уезжаете, самые запоминающиеся дни, это первый и последний. Как правило. Конечно, если мы ездим на 7 дней, то мы все 7 дней там отрываемся где-то или ещё что-то. Но вы понимаете, о чём я говорю. И если вы понимаете вот эту вот суть, вот этого мгновения, если вы понимаете суть, что вы в этой секунде, эта секунда единственная для вас, она новая, вы хотите эту жизнь прям максимально в себя вдохнуть. И когда вы понимаете, что эта секунда последняя, вы хотите эту жизнь максимально вдохнуть. И когда в вас это чувство очень чётко закладывается, когда вы очень чётко начинаете понимать, что вы тотально здесь, здесь у вас уходят вот эти вот рамки, ограничения, сложности. Зачем они вам, эти сложности? Я вам говорю через простое. Как это видеть просто? И если вы это осознаете через сердце, через душу, пропустите это, то тогда вам не нужно будет это через голову как-то интерпретировать. А что же это может быть? А как же с этим быть? А как туда добраться? Вы уже здесь. Просто нужно начать жить. Глуся, Света, привет. Если дети отвергают, не общаются, как быть матери? Тотально принять. Это их выбор. По каким-то определённым причинам это случилось. И что бы вы сейчас не делали в прошлом, как бы вы не ковырялись и не доставали вот эти вот триггеры, что почему это случилось, это вы уже не измените. И изменить вы сможете только тотально в настоящем моменте. Когда вы чётко даёте, вы же смотрите, как вы хотите общаться с детьми, потому что вы хотите, вам этого общения не хватает. Вы хотите продолжать быть там хорошей матерью, хорошим отцом, хорошей подругой, хорошей женой, ещё кем-то. Кем-то тем, кем вы являетесь в своём представлении хорошести, потому что в любом другом представлении хорошести это другое. То есть я, например, в своём представлении хорошей матери, это вот такой-то список у меня. А представление моего ребёнка о хорошей матери, вообще абсолютно другой список. И чем больше я буду хотеть быть хорошей матерью, тем больше я буду разъединяться с ним, с его критериями, тем больше он будет не принимать меня. Как только я эту ситуацию тотально оставлю, когда я не буду быть хорошей для кого-то, когда я не буду из себя строить того, кем я не являюсь, когда я буду говорить то, что я чувствую, только после этого он примет меня такой, какая я есть, потому что ему передо мной маску одевать не надо будет. Он увидит, что я перед ним честна, значит, он чётко поймёт, что ему передо мной тоже не нужно одевать маску кого-либо, и он будет передо мной честен. И только на честности друг с другом мы сможем найти вот этот вот коннект, истинный, тотальный коннект друг друга. И что такое отпустить своего ребёнка? Это когда ты чётко говоришь, я знаю, что ты делаешь абсолютно правильный выбор, абсолютно правильный шаг, абсолютно правильное решение сделал. Неважно, общаясь со мной, либо не со мной. Когда ты чётко для себя понимаешь, что твой ребёнок делает абсолютно верные вещи, ты его превозносишь для самой себя. И это на поле абсолютно хорошо, очень чётко считывается. И когда ты это для себя, вот прямо всей душой, всем сердцем принимаешь, то ребёнок это считывает. И тогда ему не нужно будет от тебя прятаться, ему не нужно будет от тебя скрываться, ему не нужно будет избегать общения с тобой. Ему захочется общаться с истинностью тебя. И только после этого у вас отношения перейдут в какое-либо другое русло. Но это можно решить только в моменте. Не откидываться назад, почему так было, и не придумывать то, что я сделаю потом, в будущем, в будущем, которого может никогда не наступить. Грустенько ответила на твой вопрос. Светлана, зачем вы используете косметику? Неужели вас не устраивает ваш естественный внешний вид? Ребят, я косметику не использую никогда, у меня нет косметики. Ни на глазах, нигде, у меня нет косметики. Есть в Инстаграме фильтр, чтобы выравнивающий свет. Если я в Инстаграме, я выравниваю свет. Косметики у меня нет. У меня нигде нет косметики, ни на губах, ни на глазах, нигде у меня нет косметики. Косметикой я не пользуюсь. У меня ее априори нет. А цвет лица – это просто загар. Я уже об этом говорила. И здесь не то, что устраивает или не устраивает, но мне кажется, что когда выстроен профессиональный свет, то это очень хорошо. Это ролики красивые, смотрятся лучше. Мне так кажется. Есть только миг. Приятно слышать этот голос. Спасибо, спасибо, Игореха. Ребят, если есть вопросы, то задавайте. Я длинные эфиры делать не буду, потому что мне важно донести ту информацию, которую я доношу. Ее не обязательно поразмусоливать на 3-4 часа, потому что вы у меня настолько все осознанные. Я когда вижу, читаю ваши комментарии, мне действительно клево. Я понимаю, что я иду туда, и я, наверное, до вас доношу именно теми словами, которые вы просто, когда мне пишете вот эти вот отзывы. Когда вы распаковываетесь, вы так распаковываетесь, это вообще вы... И вот это вот пробуждение, о котором вы говорите, да, это и есть это пробуждение. Это и есть это пробуждение, когда вы просто тотально видите. А что для меня просветление? Вот, то есть, когда вот это вот пробуждение, вот в этом, да, нелюбимое мы слово, когда в нем закрепляешься, когда в нем живешь уже какое-то время, ну, сколько, вот год, полтора, вот у меня получилось полтора года, да, вот я в таком вот состоянии. И через, наверное, где-то год, год с копейками, вот, ну, это я назвала, я не знаю, может, это просветление, может быть, это еще что-то. Когда ты вот в этой тотальной честности, когда тебе уже нет вот этих вот хорошо и плохо, оценочности, когда тебя не бросает в какие-то, в какую-то важность чего-либо, когда у тебя есть просто приоритетность. И в определенный период ты, ну, как это было со мной, в определенный период я просто сидела, и вот этот вот свет, вот он просто тотальный свет, тотальный свет, в который ты полностью погружен. Луч, это свет, это я не знаю, как свет. И когда у тебя нет больше ни одного вопроса, но есть ответы. И вот это вот, когда ты находишься в этом тотальном свете, есть одни ответы. А ответы есть в каждом из нас. То есть прежде чем задать кому-то вопрос, ты перед тем, как задаешь вопрос любой кто-то, в нем уже есть ответ. И ты его просто тотально видишь. Потому что вокруг тебя есть эта информация, которая есть всегда, я о ней всегда говорила. Просто как это происходит? Может, у кого-то по-другому происходит, может, у кого-то еще что-то. Вот у меня это происходило именно так. И поэтому, когда я понимаю, что человек может взять этот ответ, я ему обязательно его скажу. Но не всегда люди готовы услышать ответ. ответ врать, я не вижу смысла. Вы знаете, что я как бы и грубиянка, и могу как-то не так сказать, как хотели бы это услышать. Но это честность. И только через честность мы можем познать себя. Только через честность мы можем увидеть ту ситуацию, которую мы можем прожить для себя. Через любое лукавство мы только оттянем проживание еще и еще раз этой же ситуации. Поэтому, как бы оно ни было, лучше это сразу же по-честному самому себе говорить. И вот эти вот ответы, они есть всегда. Вопросов у нас не существует. Точно так же, как и мысли. Но я как-нибудь, наверное, сделаю вопрос по безмыслию. Научиться жить моментом. Это и есть часть автономии. О, ребят, давайте про автономию. Автономия это такое... Люди не понимают, что такое автономия. Они думают, что вот это вот голодание. Когда вы идете в самого себя, когда вы это видите, когда вы это чувствуете, когда вы в тотальном, безусловном мире живете, то вам неинтересно, играя в еду. И я уже говорила неоднократно. Люди, которые говорят, вот я просто перестал есть, потому что я вышел в автономию, и не развивается, я не поверю, что он не ест. Его выбросит на еду. Еда у тебя перестает быть только в том случае, когда ты идешь дальше в осознание себя, когда тебе эта игра неинтересна. Потому что если ты вышел на автономию, на жизнь без еды за счет какой-то смертельной болезни, как это было связано со мной, как только ты выздоравливаешь, ты не понимаешь больше, что тебе здесь делать. Тебя выбрасывает на еду. Когда с тобой случается автономия, со многими это случается, просто вот такое, что человек перестает есть и пить. Если ты не идешь в самого себя, если ты не идешь в осознание, тебя все равно выбросит на еду. И в этом состоянии закрепиться невозможно, только если ты не будешь осознавать себя. И когда ты идешь в осознание себя, еда отвалится. Если ты пришел в неедение через болезнь и не идешь дальше в осознание, ты начнешь есть. И когда люди просто говорят, вот я не ем, потому что вот, и у них задают вопрос, что там с тобой происходит? Они говорят, ну все прекрасно, все замечательно, все зашибись, все вот это. И ничего нового с ним не происходит, его выбросит на еду. Либо он уже, я не знаю, может быть, это же только мое мнение, я же только свое мнение говорю. Свои наблюдения. И я уже говорила, что когда я была уже год в этом состоянии, если бы ко мне не пришла женщина, ну как пришла, не физически, в мою жизнь не поступил бы тот человек, который бы не вложил в меня знания, другие знания, иные знания, я бы тоже меня выбросила бы на еду, я бы тоже не понимала, как бы ну и что. Мне казалось, что я все познала, мне казалось, что я все узнала. Я вижу, что уже вот эти моменты, они закрепились во мне, это как езда на велосипеде, ты уже не забудешь этой езды на велосипеде, ты уже будешь кататься. Я думаю, ну что, как бы дальше-то какое, как бы уже становится скучновато. И тогда, если ты не идешь глубже, ты вылетишь с этого неедения. А если ты сразу же заходишь через осознание, то еда отвалится. Ребят, мы все в осознании, мы все будем без еды и воды, поверьте, это неинтересная игра. Я тоже хочу быть грубиянкой, мне часто неудобно грубо сказать, стыдно обидеть, что со мной? Стыдно обидеть. Видишь, какая ты важная? Ты можешь обидеть какого-то другого человека. Вот ты сейчас мне боишься нагрубить, потому что думаешь, что твои слова, что ты настолько важна в моей жизни, что я на тебя сейчас обижусь. Понимаете? Всегда, когда мы боимся кого-то обидеть, это важность нас. Вот я вам могу сказать все, что угодно, потому что я знаю, что вы настолько цельные, что что бы я ни сказала, вы оттуда вынесете только то, что вам нужно. Если вам это не нужно, вы это даже не услышите. Ну, сказала и сказала, кто это такая Ката Лаврова сидит, что-то там говорит, ну, пусть говорит. Это же ее говорильное. Поэтому убирайте важность. Если вы просто не всегда, очень часто, вернее, не получается сказать человеку, истинность через бла-бла-бла, он ее не слышит, это как через пощечины. Приди в себя, услышь, что тебе говорят, увидь, что тебе говорят, увидь, что вокруг тебя происходит. Иначе как? И очень часто я вам уже говорила, кто в школе автономии у меня в чате, я там записывала голосовое, как ни крути, ребят, но вот так оно бывает, что через грубость мы легче запоминаем. Нас легче выкидывает в определенные моменты через грубость, когда нам грубят. Почему? Не задумывались? Потому что, когда нам говорят, когда нас задевают за живое, когда нам говорят то, что мы не хотим принимать, у нас все начинает там трепыхаться, мы там, ух, да как он смог, да как она смогла, да кто ей дал это право так со мной разговаривать, да кто она такая. И в этом состоянии, вот в этих вот вибрациях мы оголяемся. И когда мы оголяемся, как оголенный нерв, информация поступает сразу же внутрь тебя. И ты ее принимаешь, и тебя легче распаковать. Почему? Мы же не просто, я же не просто так говорю, что если, например, по смскам, там по видеороликам, по еще чему-то, человека распаковать очень достаточно проблематично, потому что где-то он может, я ему, например, что-то говорю, и ему не хочется со мной разговаривать на эту тему. Он убрал телефон, выкинул и пошел дальше. А если ты в моем поле находишься, если ты сидишь передо мной, куда ты денешься? Я тебе выскажу все, и скорее всего в грубой форме. И тебя распакует эта грубая форма в течение двух часов. Да, тебе будет неприятно, но через время, через несколько часов ты поймешь, что с тобой произошло. И это так работает. Это мы так устроены. А как закрепиться в этом состоянии? В этом состоянии закрепиться, я уже говорила, что сначала, ребята, это все равно делается механически. То есть вы механически начинаете отслеживать себя, убирать важность, убирать оценочность. То есть смотрите, как я механически отслеживаю. Например, я иду, и передо мной идет женщина, ну прямо жирная. Вот у нее все. И она идет в такой одежде, где вот все вот это вот вываливается сало. И я иду, и про себя думаю, боже мой, она что не могла надеть нормальную одежду? Надеть, одеть. Вот. Как так-то? Зачем это все показывать? И потом раз себя сразу же ловлю, а мне какая разница? Ей так комфортно. Это ее тело, это ее мир. С какой стати я это оценила? Ведь она такая, и это не хорошо и не плохо. Это просто факт. Передо мной идет факт. Вот такая вот женщина, это просто факт. И вот чем больше вы будете механически вот это отслеживать, потом у вас просто, вам не захочется ничего оценивать, вы уже будете понимать, что это просто факт. Что бы с вами не произошло, с вами не может произойти ничего ни хорошего, ни плохого. С вами просто происходит. А хорошее или плохое, это вы уже оцениваете через призму своего понимания, через призму своего мировосприятия. Уберите эту призму. Просто принимайте, что факт. С вами каждую секунду происходит факт. И все. Сначала механически. В состоянии чувствования мысли тормозятся. У меня получилось. Ура! С усилием и недолго. Когда вы с усилием делаете это, вы будете выходить в мысли. Мысли вообще нам не нужны. Вот кто бы как ни говорил, говорят, что ой, без мыслей жить невозможно. Возможно, ребят. Возможно. Когда ты живешь тотально в моменте, тебе они не нужны. Ты наслаждаешься тем, что с тобой происходит каждую секунду факт. И ты его не оцениваешь, не обсуждаешь, не интерпретируешь. Ты просто в нем живешь. И когда ты просто в нем живешь, тебе не нужны мысли. Я знаю, что вы зададите вопрос, а как же тогда, как же семья, как же о них подумать. Ну, вот смотрите, далеко ходить не буду, это было вчера. Вчера. Я не думаю, что у меня дома, например, там неприготовленная еда. Я не думаю о том, что мне нужно сходить в магазин. Я не думаю о том, что мне нужно там еще что-то сделать, чтобы накормить детей. Но мне не охота думать эти мысли, как бы я уже привыкла жить без мыслей. Когда ты живешь в моменте, то этот момент, этот мир, он весь с тобой. Каждое мгновение, он с тобой этот мир. И он делает так все, чтобы ты в нем тотально жил. А чтобы тотально жить, он тотально тебя растворяет в этой жизни. Что произошло? Я поехала кататься на велосипеде. Мне навстречу едут дети на электросамокате. Я их встречаю. Я говорю, хотите кушать? Они говорят, хотим. Я поворачиваюсь, рядом кафешка. То есть все в моменте делается. Я зашла, им оплатила еду и поехала дальше. И я не парюсь, что я что-то не приготовила, что я что-то не купила, что я что-то не сделала. Когда ты живешь в моменте, все происходит в моменте моментально. Тебе не нужно об этом думать. Тебе не нужно тратить свое время на то, чтобы думать. Ты просто живи. Все сделано для того, чтобы... И когда вы это научитесь, тогда вам мысли не нужны будут. Вы действительно сможете жить без мыслей. Вы действительно сможете разговаривать с человеком без мыслей. Вот вы мне сейчас задаете вопрос, я же об этом не думаю. Если бы я об этом думала, мне бы сколько нужно было времени, чтобы сначала обдумать, потом это все интерпретировать, потом это все высказать. А я вам просто говорю, потому что есть просто ответы. И вы их просто берете и говорите. Все, что вам нужно, вам откладывается. Все, что не нужно, это убирается. И все. Будет намного проще. Спасибо. Мне очень нравится, как ты объясняешь. Спасибо большое. Так. Просветление – это, наверное, слова, а остальное – это смех с комом в горле. Хоть как. Те ощущения, которые вы описали, мне близки. Значит, просветление имеет место быть в моем случае. Но от автономии я далек. Нужно ли идти в автономию? Не нужно. Она тебя найдет сама. Когда ты наиграешься в эту игру, когда в твоем мире появится игра интереснее, когда ты начнешь понимать, понимать, что такое игра, что такое матрица, как из этого выходить и как играть в свою игру, когда ты хочешь и когда не хочешь. Тогда вот эти вот низменные игрулечки пожрать-посрать, поспать, они отваливаются, неинтересны становятся, просто неинтересны. Они никуда не уходят. Хочешь – ешь и пей, спи, сри. Не хочешь – не делай этого. Вот и все. Они становятся незначительными в твоей жизни, неинтересны. Тиш, да, в эфир доведу, потом спросишь, что-то. Ну, с Жорой погуляйте, чтобы недолго, времени уже много. И телефон с собой возьмите. До 12. Нет, до 12 нельзя. Ты что? Полчасика. Так, нравится, не нравится, хочется, не хочется. Это оценочность. Нравится, не нравится, но смотря как. То есть ты смотри, я бы, наверное, сказала нравится, не нравится, вот чтобы было понятнее переходить на чувствование. Ну, например, одежда нравится, не нравится, а ты ее рассматриваешь не со стороны нравится, не нравится, а комфортно, не комфортно. То есть, когда твоему телу комфортно, то значит, это твое. Это не оценочность, это про комфорт самого себя. То есть, я когда езжу на велосипеде, у меня есть красивое платье велосипедное. Оно красивое. Но комфортнее для меня велосипедные лосины с памперсом. Кто в курсе знает, что это такое вот седалище гелевое. Это просто комфорт. То есть, здесь тоже нужно понимать, о чем говорится. Хочется, а хочется, не хочется. То есть, если не хочется, то не хочется. Зачем делать то, что не хочется? Если нужно делать то, что не хочется, то тогда для себя нужно понять, а ты это делаешь, делаешь определенную вещь, чтобы не хочется, а можно ли ее сделать через хочется? У вас в определенный момент вся жизнь будет идти через хочется. Через надо уже практически ничего не будет. Оно будет уже такое неактуальное. Как от мысли избавиться? Поначалу просто растворяйте их. Появилась какая-то мысль? Вы ее отслеживаете? И как будто бы растворяете. И еще есть, знаете, какая классная такая методика? Вот у вас есть мысль? Вот, например, сделайте себе, отведите, не знаю, там, полчаса, час, чтобы вы могли гулять без всех самостоятельно и делать вот такие вот упражнения. Если у вас появилась мысль, вы ее проговариваете. Вы, как правило, даже до конца мысли проговорить не сможете. Вы запутаетесь, вы забудетесь, и у вас уже следующая мысль накроется. И она будет уже неактуальна. И чем больше у вас вот этого проговора будет, тем больше вас будет выбрасывать в точку. Может быть, замечали за собой неоднократно, за другими. Вот бывает, сидит человек и смотрит сквозь вас, сквозь стену, сквозь там холодильник, сквозь все что-то. И он в этом состоянии, когда сидит, он же сидит в тотальном безмыслии всегда. Он же не сидит и думает, когда вот вы не в точку смотрите, а просто сели и думает, так вот это нужно сделать, там пельмени сварить, носки заштопать, рюкзак новый купить, там ребенку нужно там еще что-то, еще что-то. Вы все время, вот вы как бы в гонках таких вот сидите. А когда у вас бывают такие состояния, когда вы просто вот бывает сидите и в точку, это и есть безмыслия. Но это безмыслия, которые вот минутные. У вас бывает, что даже глаза западают, вы сидите и даже моргнуть не можете. Уже чувствуете, что глаза пересохли, а моргнуть не можете. И у вас даже не возникает мысли, что я делаю, что я там думаю. Вы просто в этом состоянии. И это естественное состояние вашего тела, поэтому вас иногда в это выбрасывает. Ребятки, задавайте еще вопросы, еще поотвечаю. Если не будет вопросов, то я на сегодня буду отключаться и много-много работы, много заявок от вас, чему я безгранично рада, потому что мне очень нравится отвечать вам. Вот. И присоединяйтесь, конечно же, на ретриты, на ретриты, на марафоны, на индивидуальные чаты. Так, здесь в Ютубе я все ответила. Если есть еще какие-то вопросы, ребятки, задавайте. Понятно, как работать с мыслями, как их прорабатывать. Потом вы просто научитесь их. Они будут еще в вашей жизни, но вы их будете просто наблюдать, не вовлекаясь в мысль. То есть вы увидели мысль, и вам не нужно будет в нее вовлекаться, чтобы ее раскачивать у себя в голове. Она просто вот так вот фоном будет проходить. Если вопросов больше нет, то я буду сохранять эфир. Вот. И у нас будет в четверг тоже на Автополстаре интересная тема. Я не помню, как называется. Ну, какая-то тоже интересная, какую-то я сделала тоже по вашим вопросам. Всех благодарю, всех обнимаю. Эфир обязательно сохраню. Будет и здесь сохранен, и в телеграм-канале, в моем, по Лаврову Светлана, и на ютубе, конечно же. Всем пока, всех обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok